поехал я пока сам не знаю куда поеду в район тирховиц по старым дорогам может что там увижу интересного вот такие дела еду я по старой дороге к старому переезду но мы тут ходили уж не раз дорога вся старая мощеный вот таким камнем самое интересное что этот камень как с детства был здесь так он никуда и не делся сколько же они тогда вложили сюда камни если его до сих пор не займели машина вроде ветер стал потише я где-то нахожусь в районе дач ну да они где-то вон там сзади меня железка попробую сейчас доехать до всяких деревень по всяким старым таким проселочным дорогам уж как получится пока солнце надо ехать и вот такой у меня все необычный даже для самого меня прикид сроду в триконе ездил на велосипеде либо в военных штанах либо в джинсах а я вот и не знал что здесь трубочка под линии есть и можно проехать спокойно счета да надо посмотреть прямо кадр для группы эстетика ебеней оказывается тут есть еще одна трубочка а я и не знал я вот никогда здесь не был хотят находится примерно там пяти шести километрах от нас такие дела меня дорога и постоянно вон на том повороте постоянно улетает машина кто там только уже не летал ладно хоть некоторые выжили а то обычно насмерть именно вот на въезде в деревню сзади меня а почему чё так кто его знает говорят там якобы раньше старое кладбище был на чет в этом сомневаюсь тут оказался еще есть третья трубочка под линией надо съездить посмотреть чего-то но это суть по всему не проездная здесь наверно вода по весне сейчас посмотрим что тут внутри под мой рост только-только так что я думаю тут никто не ходит он тут надо нагибаться хотя если только дети тут пройти могут знаешь это чисто слив воды весенний тогда тут делать нечего смотрю где еще тут есть сэлфи палку опять свернул болт поэтому вот так надо съездить посмотреть чего он там за деревуха и соответственно перебираться на ту сторону оказывается там не деревня от дачи я души не доехать хотя мне вот проехать здесь попробовать и выехать вот на эту дорогу и она никуда там не ведет да то пожалуй поеду я как поеду может все таки под эту трубочку так строит здесь вот на велосипеде в полный рост не проехать вот как тут ехать относительно меня уже потолок ёмай как так проехал правда чуть башкой не прочертил по потолку этой трубочки нормально сейчас как раз стою на этом повороте где люди улетают я еду он туда дальше до следующей деревне посмотрим из этого получится там где то есть разбитая церковь если доеду все сниму а уж есть не доеду ладно там видно надо ехать а то он поезд есть выезжаю на асфальт как видите никто по дороге там где улетел он как раз оттуда машина едет едут туда дальше маршрут у меня немного сменился поеду я к лязьми нахожусь я в потакинской рощи судя по всему он сзади меня река лязьма так здесь осенью а то мы были по весне или летом не помню точно здесь было все зеленое зеленое теперь здесь все голое и желтое вот такая тут очередная страшилка но это как говорится меня не касается я так понял я прочитав эту надпись должен сразу что-то понять какие законы чего уж тогда вешайте список да кучу пыхался я конечно ехать сюда всю дорогу ветер дует но в принципе то ладно нормально доехал удачно такая здесь интересное место здесь вообще как бы это место всем нравится потому что тут сами видите как круто но осенью сюда только на проходимой машине либо на велосипеде можно проехать спокойно будет там какая-то сорока кипиш подняла что я тут тут кто-то мангальчик оставил принципе место общего пользования сюда обычно приезжают побухать когда свадьба попал я как всегда и в солнце и в дождь сейчас вот например будет дождь он уже начался так что надо где-то прятаться а где его знаю так здесь вообще шикарно хотя местные все и так знают но он у меня аж лицо так а будь меня били блин покраснел весь пока ехал ладно хоть не позеленел не ну реально дождь не в кассу пошел вон там все небо серое а там дальше просвет солнце ладно надо двигать ближе к велосипеду здесь все интересно но вот как-то не судьба ехал всю дорогу было солнце и вот те на дождь дождь сейчас тут немного потусуешь поеду домой не знаю видно нет изморозь из дождя и солнце как раз прикольно как раз прикольно уже солнце а я тут от дождя под елками прятался теперь солнышко жалко отсюда не видно там он мужик на лодке плывет вот фотик то я не брал сегодня он его еле видно думал не понадобится вообще не планировал сюда ехать так уж вот ну вот теперь снова голубое небо дождик кончился и снова тут все красиво и прекрасно поехал я с этого хорошего места дальше куда уж поеду не знаю сейчас спонтанно все решу по дороге здесь было здорово вот еду в сторону потати дорога тихо и спокойно никого тихо и спокойно так камера который снимал точнее программ который снимала одновременно двумя камерами пока пока снимать так он кто-то едет надо ныкать телефон есть конечно ее видно там вдали виднеется та церковь который под главным куполом глаз в треугольнике ну сейчас мимо буду проезжать я ее поснимаю а так смысла нету фотоаппарат я не брал с собой поэтому уж так вообще тут стремно ехать едешь с горки да еще и на скорости жест так что так что ха ха вот этот церковь вот в нее мы тогда ночью и приезжали вот под этим главным куполом находится тот глаз что я тогда снимал а вообще сейчас я что-то подумал что вот здесь возможно кто-то могилу раскапал может сюда поэтому и бросили диванчик то здесь вот уже старое кладбище такие дела я как и обещал разбитый церк все-таки снял так так может я что-то путаю но по-моему там вот так не было заложено там были странно все это говорю тут не было вот так заделан цемент то не больно старый такие валуны в основе фундамент не фундамент не знаю но здесь вот раньше была арка и вход в подвал в подвал там все скорее котельная была а сейчас тут сплошной разгром такие старые памятники издевали ну вот сейчас тут еще можно более-менее что-то заснять а так все то же самое для меня тут особо нового ничего нету я тут уж сколько раз был ну-ка полы то не полы на месте никто ничего не делает но это можно сказать тоже хорошо а то опять все везде отреставрируют и концы воду вот эти кованые каркасы про которые я всем говорю все они старые здания из кованых каркасов каких-то вот поэтому они возможно и стоят так долго вот тоже ниша какая-то с каналом ну все здесь уже не видно ну да все засыпано все как говорится уничтожено и концы в воду вот они эти кованые в вот надо ехать дальше в предыдущем видео можете посмотреть этот глаз как как раз получается вон там что еще сказать ну как-нибудь приедем сюда снимем по нормальному глаз и все дорога здесь рядом вон сейчас машина проедет посмотрим заодно насколько близко дорога местные наши все знают что у нас тут едет ну вот автобус вояжовский ха-ха-ха я там работаю это значит что уже время скоро пять часов надо ехать домой вот такая интересная церковь и алтарь если меня не изменяет память у нее стоит на северо-восток потому что она построена очень рано все церкви которые позже построены у них алтарь на восток очередной дождь вот жду его окончание на остановке фига я весь красный ну да да сегодня прохладно гонять попал под дождь только на этот раз я уже в деревне волковойно и 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